Войны травы. Войны травы обозреватель твердый знак Иван Буранов о проблемах москвичей, ищущих места для парковки. 9. Коммерсант от 15 ноября 2019 года, 11.54. На фоне прироста жилья и роста населения в Москве с каждым годом обостряются проблемы с парковкой. Синие ведерки недавно опубликовали фотографию, как в Путилково водители на ночь паркуются прямо посреди дороги. Нормальным для спальных районов стало выезжать из заставленных транспортом дворов по 30-40 минут. Неудивительно, что каждый клочок свободной земли автомобилисты пытаются использовать для хранения машин. Обвинять их в этом нельзя. Так сложилось исторически, что в городе много машин. При этом порядочные москвичи никогда не припаркуются на свежем газоне с цветами, а вот на куске пыльной земли непонятного назначения, где никогда ничего не росло, машины ставят и ничего криминального в этом нет. Особенно, если ты не создаешь никому помех. Понятно, что есть люди неадекватные, но от них никуда не денешься. Позиция города, как видим, несколько иная. Все газоны, и так называемые газоны, занесены в закрытый реестр зеленых насаждений. С 2015 года для борцов с уничтожителями зелени и любителями парковаться на неопознанных кусках земли Мэрия выпустила приложение «Помощник Москвы», короткое название ПАКПМ. Фотографируешь машину нарушителя, отсылаешь на сервер, моди проверяет по реестру, присылает по почте штраф. В пыльной земле на самом деле могут быть ростки травы, вы их убиваете, утверждают московские суды. Многим москвичам такая позиция не нравится. Помощника Москвы ругают. Мэрия в ответ говорит, мол, вы что за уничтожение городских газонов? Жители отвечают, да тут газон только по реестру, по факту это кусок мертвого грунта, дайте нам спокойно поставить машину. Спор продолжается бесконечно и, скорее всего, закончится не скоро. Столичные власти запустили онлайн-карту с местами, где нельзя парковаться. В последние четыре года не утихают дискуссии вокруг юридического статуса помощника Москвы. К этой теме интерес особенный. Столичные власти считают, что ПАКПМ работает как камера на столбе, гражданин фотографирует машину, моди выписывает штраф, письмо счастья уходит по почте. Оппоненты спорят, камера на столбе это прибор, точно замеряющий место и время фиксации нарушений, прошедший поверку и имеющий статус средства измерения. Кто проверял и измерял точность работы смартфонов с приложением? Тем более, что с определением координат в столице и в последнее время проблемы, то человек в Шереметьево оказался, то во Внуково. Можно ли доверять смартфонам, если они ошибаются на 20 километров, а нужно узнать расположение машины на газоне с точностью до метра? Впрочем, Департамент транспорта продолжает утверждать, что все законно и чудесно работает. Какие районы Москвы ждут платные парковки? Новая волна обсуждения началась после июньского постановления Пленума Верховного Суда PDF, в котором было сказано буквально следующее. Фотографирование на телефон не то же самое, что фотосъемка с камеры на столбе. Фотографию Мадим может получить, но письма счастья рассылать нельзя, для штрафа получить разъяснение у водителя. Мало ли кто что там фотографировал и при каких обстоятельствах. Началась волна судебных решений, штрафы за газон стали отменять. Власти в срочном порядке начали доказывать, что помощник Москвы это автоматическая камера, получив сертификаты организации с труднопроизносимыми названиями, выпустив обновление софта и серию пресс-релизов в стиле «У нас все хорошо». Население после этого как-то смирилось, мол, были штрафы за газон и будут снова. Однако юридический статус помощника все-таки пошатнулся, и пока не ясно, к каким последствиям это приведет. Во-первых, от фотографий ПАКПЭМ уже отказались гаишники. Раньше можно было прислать через смартфон фото стоящий на тротуаре машины, чтобы автовладелец получил из ГИБДД штраф на 3000 рубль. С 25 июня постановление с помощью ПАКПЭМ Госавтоинспекция не выносит. Этот твердый знак официально подтвердили в столичной полиции. Решение связано с позицией Верховного суда, поясняют там. Во-вторых, Ростандарт говорит, что ПАКПЭМ это не средство измерения. Почему это важно? Потому что, согласно СТ 1.5 КОАП, инспекция должна доказывать вину нарушителя, действует презумпция невиновности. Исключение сделано для случаев, когда совершено нарушение в области благоустройства, стоянка на газоне, и зафиксировано с помощью специальных технических средств. Иными словами, средство сделало фотографию, вам прислали штраф и теперь докажите, что это были не вы. К таким средствам приравниваются, согласно СТ. 26.8 Кодекса – измерительные приборы, утвержденные в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. Москвичка пытается понять, откуда взялся полумиллионный долг перед моспаркингом. В Растандарте на запрос твердый знак дали пояснение, в состав помощника Москвы входят не только мобильные приложения и смартфоны, но и серверы, базы данных, компьютеры операторов и администраторов. В состав ПАК-ПМ также входит устройство по синхронизации частоты и времени ноты зарегистрировано как средство измерений, но сам комплекс нет. Есть даже заключение экспертизы на этот счет. Причем с 2017 года позиция Растандарта не менялась, смартфоны используются для фото- и видеофиксации места правонарушения, а также для помощи в подтверждении гражданами адреса места правонарушения. Гражданин может выступать в качестве свидетеля. Измерение координат в ПАК-ПМ не осуществляется. Получается интересная ситуация, когда сразу несколько органов власти, причем федерального уровня, открыто признают, что к помощнику Москвы есть вопросы. Но приложение используется и запреты никто накладывать не собирается. Твердый знак задал вопрос Растандарту, а как же штрафы? Ведь ПАК-ПМ не средство измерения. В агентстве отвечают аккуратно. Вопрос о правомерности использования ПАК-ПМ при фиксации правонарушений не входит в сферу компетенции Растандарта. ГИБДД ПАК больше не использует, но региональные штрафы за нарушения в области благоустройства в компетенцию полиции не входят. Поэтому со стороны МВД, видимо, каких-либо действий ожидать не приходится. Известно, что депутат Госдумы Вячеслав Лысаков планирует обратиться с письмом по поводу сложившейся ситуации в администрацию президента, но как на это отреагируют в Кремле непонятно. Что изменилось после введения 380-рублевых тарифов в центре Москвы читать далее.